Больше 8 миллионов гектаров неиспользуемых земель обнаружили в Казахстане с помощью космического мониторинга. И это только в четырех регионах страны, где действовали пилотные проекты. Уже с января этого года система заработает повсеместно. Марк Брюшко продолжит тему. С 1 января 2021 года космомониторинг в сельском хозяйстве будет проводиться по всей территории Казахстана. Об этом заявили на заседании коллегии Минсельхоза. Проект опробовали в четырех областях. Акмолинской, Кустанайской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской. В четырех регионах были выявлены 8 миллионов 300 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Из них 0,7 миллиона гектар пашни и свыше 7,5 миллионов пастбищные угодья. В государственную собственность возвращено 4 миллиона 200 тысяч гектар. В сельхозоборот вовлечено около 5 миллионов. В 20 раз увеличили ставку налога на неиспользуемые земли. Это тоже побудило нерадивых землепользователей отказываться от участков, которые фактически находятся в запустении. За последние два года работа по возвращению неиспользуемых земель проводилась усиленно. Если быть точным, выявили в два раза больше, чем в 2016, 2017 и 2018 годах вместе взятых. Изменения ожидаются и в законодательстве. Минсельхоз разработал два законопроекта. Первый предусматривает меры по дальнейшей цифровизации земельных отношений. То есть он дает прозрачность нам. Мы видим, какие земли у нас свободные, на какие земли могут претендовать землепользователи. Причем земля будет предоставляться в электронном виде. То есть исключается земельная комиссия, бумажное оказание услуги, оно исключается. Будет все проходить в электронном формате. Еще один проект закона упростит проверки и процедуру изъятия неиспользуемых земель до одного года. Внести его в мажорист парламента планируют в начале 2021-го. Марк Брюшко, Нургалим Амурбаев, Хабар, 24.